МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году священный месяц Рамадан складывается для мусульман весьма необычно из-за ситуации с коронавирусом. Все мечети страны закрыты. Доступ к храмам имеется лишь у священнослужителей, а вот остальным верующим приходится читать молитву дома. В целом в Алматинской области имеется около 500 мечетей. В них служат порядка 600 священнослужителей. Однако пандемия не может быть преградой для истинного верующего, считает 82-летняя Гульзихан Узакова. Уже на протяжении 50 лет она придерживается канонов ислама. Как рассказывает Талдугурганка, она соблюдала пост и в советские времена, когда выражать приверженность к религии было под запретом. Поэтому режим чрезвычайного положения ее никак не сковывает. Все обряды и молитвы можно беспрепятственно совершать дома, говорит Гульзихан Узакова. Желаю всем верующим, чтобы Всевышний принял ваш пост. Пусть этот священный месяц принесет счастье, здоровье и благополучие. Вне зависимости, какой на дворе режим, нужно всегда иметь крепкость духа. Надо молиться и верить в лучшее. Я верю, что болезнь под названием коронавирус минует нас. Ведь и до нас было множество пандемий, и все они прошли. Чтобы в режиме ЧП верующие могли соблюсти все обряды, Духовное управление мусульман Казахстана предприняло ряд мер. К примеру, благодаря заключенному соглашению между ДУМК и банками страны, теперь пожертвования фитер-садака можно производить онлайн. Также активно в интернет-пространстве ведется обучение тех, кто впервые соблюдает пост. Специально для них проводятся онлайн-уроки. Всю необходимую информацию касательно поста, намаза и прочего вы сможете найти на официальном сайте Духовного управления мусульман Казахстана. Также на платформе YouTube у нас есть канал Хикмет ТВ. Там есть множество видеоуроков, которые помогут во время поста как начинающим, так и тем, кто соблюдает ора за не первый год. Хочу также отметить, что несмотря на внедрение возможности оплаты фитер-садака онлайн, возле ворот мечетей мы установили ящики для пожертвований. Ведь есть среди верующих те, кто не владеет навыками цифровой грамотности, либо у них нет платежных карт. Месяц Рамазан продлится полный лунный цикл – 30 дней. Однако и после окончания священного месяца праздник разговения скорее всего придется встречать ограниченным количеством людей. Ведь даже если карантин и будет снят, меры предосторожности нужно будет соблюдать еще какое-то время. За сутки количество зараженных инфекцией COVID-19 в Алматинской области возросло на 4 человека. В результате общее количество инфицированных достигло 73 человек. По словам специалистов, состояние пациентов стабильное. Все они проходят стационарное лечение в инфекционных отделениях клиника региона. Вместе с тем статистика излечившихся также растет. Благополучно выздоровев, вернулись домой уже 9 человек. Как заверяет руководство здравоохранения области, в целях заблаговременного выявления больных, анализ ПЦР проводится среди всех, кто болен ОРВИ и пневмонии. Уже более полутора тысяч гриппующих в области прошли тест. Более того, сдают их и полицейские, и медики, дежурящие на карантинах и блокпостах. Для проведения всех соответствующих процедур в регионе развернуто несколько лабораторий. На сегодня уже открыты у нас 4 лабораторные точки для проведения ПЦР-исследований. Уже на подвозе еще одна лаборатория у нас откроется. До выходных должна привыкнуть еще шестая. То есть сотрудники сейчас мы параллельно пригласили с Нурсултана. Также из своих резервов среди медработников Алматинской области уже мы мобильную группу тоже создали. Они уже тоже будут приступать к этой работе. Первый отечественно дезинфицирующий тоннель установили в Алматинской области. Мобильное оборудование обработки антисептиком в разы снижает риск заражения респираторными вирусными инфекциями. Принцип простой. Проходишь через этот тоннель и срабатывают автоматические датчики, распыляющие на все тело пары антисептиков. По обслуживанию достаточно постоянно наполнять 20-литровую емкость жидкости. В среднем за час может обработать более 700 человек. Первый экземпляр уже работает в одном из кулинарных заведений Талукургана. Подобные устройства установлены в ряде социальных учреждений Северного Казахстана и Нур-Султана. Специальный раствор разводится в емкости и подается через насос. Он не вредный ни для человека, ни для одежды, ни для кожи. Преимущество дезинфицированной туннели заключается в том, что она является разборной и разборной. Можно ее разобрать, собрать. В течение получаса она будет готова к работе. В ней состоит из пяти форсунок, которые обрабатывают полностью человека, проходя через туннель. Продолжаем выпуск. Против вируса и весь Коксулский район. Во всех десяти сельских округах системно ведется масштабная дезинфекция. Специалисты ежедневно проводят обработку дорог, тротуаров, парковок, а также дворовых территорий. В общей сложности в дезинфекционных мероприятиях задействованы 30 человек и более 21 техники. По словам специалистов, каждый день обрабатывается свыше 5000 квадратных метров. И несмотря на то, что людей на улицах стало намного меньше, обработку территорий в день проводят два раза. Власть уточнает, что особое внимание уделяется территории медицинских организаций и на территории границ с другими регионами. Сейчас в Коксулском районе действуют два ограничительных поста. Ежедневно у нас через блокпосты проезжает около 200 автомашин и более 300 человек. У людей проверяют документы и температуру, а транспортные средства проходят тщательную обработку. Всего на период пандемии коронавируса в районе на дезинфекционные мероприятия выделено 12 миллионов цинге. В нынешние весны еще не кончились сюрпризы. Шквалистый ветер, перепады от плюс 20 до минус 3, гроза и даже снег. И снова около плюс 30 на термометрах. Кажется, что природа шутит аномалиями. Абсолютный максимум апреля на территории Алматинского региона был зафиксирован в далеком 1946 году и составил почти 37 градусов со знаком «плюс». Специалисты отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года среднесуточная температура второго месяца весны была выше на одно значение и составляла 12 градусов. Стоит заметить, природно-климатические условия Алматинской области таковы, что в третьей декаде апреля, начиная с 25 числа, ожидается усиление западного ветра до 20 метров в секунду, которое принесет дожди с грозами. Температурный фон составит 20-25 градусов тепла в дневное время, ночью до плюс 13. Всему виной циклон, который придет с российской территории и принесет с собой атмосферные осадки. Аномальная жаркая погода в этом месяце нельзя сказать, так как для нашего региона это является климатической нормой. В этом месяце среднесуточная температура для нашего региона составила 11,3. Это соответствует своей климатической норме. В мае нас ожидают перепады температур. Столбик термометра у нас будет колебаться от 15 градусов до 32 градусов тепла в дневное время и в ночное время от 5 градусов до 18 градусов тепла. Где-то в северных районах в начале второй декады ожидаются заморозки до 5 градусов. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин